Встали все на молитву. Кепки сняли, капюшоны свои, мальчики. Давай, Неста, начинай. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, будь милый, и Христиан. Крест на знамени и поклон. Подальше Господь, Господь, помимо Христика, височекается грешей Господи. Я ничего не слышу. Будьте добры, и благословите. Громче. Господи, иисусе Христе, Сыне Божий. Молитвы в Граде причислить Божией Матери. И всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе. Прииди всеми сядны и очистены от всяких святых веренных. И спаси Божией Матери. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святой, прости и стили немощи наши. Имя Твоей ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Тебе, и ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, да на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И пасти нам долги наши, как же ему оставляю долгникам нашим. И не веди на свои искушения, но спаим святого. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим, Боже, и ангельскую песню окрашают ей силы. Святый, 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 Боже, помолите, Бог, Боже, и стопа не уйдет. Слава, слава Отцу, Сын, и Святому Духу. С постели от сна, ты поднял меня, Господи, посвяти мой ум и сердце, и открой в камни, чтобы воспевать Тебе, Святая Троица. Свят, свят, святый, Боже, по молитвам Богородицы, помилуй нас. И ныне, и в присты, и во веки веков. Аминь. Внезапно придется, иди, иди, икатер, и нарушится. Так сталь, и воспринь нас в помощь. Свят, свят, святый, Боже, по молитвам Богородицы, помилуй нас. Встал после сна, я благодарю Тебя, Святая Троица, что повелика Твою милость и долготерпение. Ты, Боже, не прогнялся на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей, и беззакония моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, и поднял меня, лежащего без сознания, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить власть Твою. И теперь просвети мои мысли и открой ста мои, чтобы мне получаться Слово Твоему и разуметь заповеди Твои, исполнять волю Твою, прославлять Тебя в Благодарном сердце и воспитывать святейшее имя Твое, Отца и Сына, и Сын, и Сын, и Сын, и Дух, и ныне и приснан, и во веки веков. Аминь. Придите поклонься Царю нашему Богу, Придите поклонься, припадем к Царю нашему Богу, Придите поклонься и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты, Блажен человек, которому Господь умеет греха, и в чьем духе нет рукаства. Когда я молчал, обветшали кости мои, и все дневного стинания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной, и рука Твоя свежесть моя исчезла, как и летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал, исповедую Господу преступления мои, «И ты снял с меня вину греха моего, зато помолился тебе каждый праведник во время благопути древное, и тогда разлитие многих вод не исторгнет, и год ты покров мой, ты храняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления, разумлю, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя около мое над тобой. Не будьте как огонь, конь, как лошак немысленный, который челюсти нужно обуздавать уздою и удилами, чтобы они покоряли тебе. Много скорби нечестивому, а по вашему на Господа окружать милость. И радуйтесь праведные, дождествуйте все правые сердцем. Слава Отцу и Сыну Святому Духу и ныне пристан во веки веках. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Мы говорим в Тебя, Господи, что Ты нам даешь еще один день, которого никогда еще не было на земле. Благослови нас, Господи, на предстоящий день. Умудри нас во всяком деле. Дай нам рассудительности, чтобы... Во всяком деле. Во всяком деле. Дай нам терпение и страх от Твоего, Святого, не отниме от нас. Мы говорим Тебя, Господи, за то, что Ты охраняешь нас на каждый день. Что Ты даешь нам каждый земной день. Благодарим Тебя, Господи. Помолись за всех. За правителей, за всех. За священников. Кто может Нестору помочь помолиться? Нужен навык молитвы, у Вас его нету. То есть, тут надо просить у Бога, чтобы Господь дал этот дар молитвы. Это не просто так человек молится. Вы думаете, он так просто, все это, человек? Нет, это не просто все дается. Это Дух Святой человека побуждает к молитве. Написано, Дух Святой ходатайствует. О чем молиться? Не так-то просто Нестору все это. Выучить ты можешь. А вот, чтобы было у тебя от сердца, это уже дар от Бога. Его выбросить надо. Ну, у кого есть Живая молитва к Богу? Кто может помолиться, родители своих хочут? Фрося вот улыбалась, стояла. Может, ты, Фрося, продолжишь? Господь и Бог наш, благослови, Господи, Нестор, и других детей, стоящих при лицом Твоем. Дай им, Господи, живую встречу с Тобою, чтобы они познали Твое милосердие, любовь Твою. Чтобы обрели веру в Тебя, Господи. Дай им этот дар молитвы, чтобы они искали лица Твоего, Господи. Чтобы враг не увлекал их в какую-либо другую сторону. Дай им любовь, Господи, милосердие, сострадание друг к другу. И вот через это ты наставляешь нас, уразумляешь. Ты заповедовал нас любить друг друга, как ты возлюбил нас. Слава Тебе, наш великий Господь и Бог наш, Иисус Христос. Слава Тебя. Благослови, Господи, наших духовных наставников, Игнатия, священника Акима. Умудри их, наставь их. Продли их жизнь во славу имени Твою Святого. Благослови наших героев, Господи. Дай, чтобы они боялись Тебя. Чтобы они следовали законам Твоим заповедям, Твоим святым. Митрополиту Иллариону, епископу Евтихию, патриарху Кириллу. Митрополиту Иллариону, митрополиту Корнилию. Митрополиту Сергею Алтайскому. Митрополиту Максиму, другим епископам. Положи на сердца, Господи, боятся Тебя. Благослови также священников, Господи. Чтобы они боялись Тебя. Чтобы они помнили о том, что все мы когда-то умрем, приставим на суд. И будет строг, суд с начальствующих. Чтобы они назидали пасту свою нечеловеческую мысль, но по слову Твоим живому и действию. Священнику Якину, Иоанну, Павлу, Геннадьевну, Михаилу, Кириллу, Василию, Андрею, Андрею, Иоанну, Сергею, Сергею, Филарету, Константину, Игорю, Владимирову, Виталию, Олегу, Виталию, Дмитрию, Сергею. Пребудьте рядом с нами, Господи, в течение Того дня. Сохрани нас от раздоров, от несогласий, от споров, Господи, от разделений каких-либо. Дай нам во всем смиренно мудрее проявлять. Благодарим Тебя, Господи, за эти облака, за это утро, которое облачное. За все, что Ты пошлешь нам, обильные блага Твои в виде солнца, в виде дождей, Господи. Слава Тебе. Прости нас, Бог, и поднимай нас. Исцели нас, убили нас. Очисти наши сердца от всякой скверности. Чтобы мы боялись, Господи, чтобы мы друг друга не поедали здесь. Ну и будьте рядом с нами, наш Господь. Благослови также всех святых Твоих по всему лицу земли. Укрепи их, поддержи их. Если кто находится, Господи, в бедствии, на море, на суше, в воздухе, под землей, услышь их молитву, вызывающих Тебе. Прости их, Господи, помилуй их. Не дай, чтобы кто-либо отошел из этой жизни, не примирившись с Тобой. Благослови, Господи, также наших родных и близких. Дай им тоже, Господи, всех принести с верою, с надеждой, с любовью к Тебе. А которые не знают Тебе, обрати их. Найди их, Господи, достучи до их сердец. Даже, Господи, молю Тебя за отступников. Помоги им, Господи, вернуться на путь Твой. Дай им восстание. Прости их, Господи, помилуй их. Добудь на все Твоя святая воля. Благослови наших братьев, трудящихся там. Дай им в терпение все перенести, Господи. Не дай им возроптать. Не дай, чтобы брак в чем-либо искусил их, погубил души. Всякий раздом не согласен удалить от нас. Благослови даже, Господи, всех Твоих святых по всему миру земли. И услыши молитву, вызывающих Тебе. Как Ты великий, наш Творец. Как великое имя Твое святое. Слава Тебе. Благослови правителя мира всего. Дай им познать, что Ты есть царствующий, Господь господствующий. Чтобы они помнили, что они такие же смертные, что они даже умрут. И также дадут отчет при лицом Твоем. Владимиру, Дмитрию, Барака Обаму, Лукашенко, Александру, Рабзану Кадыру, другим правителям мира всего. Помоги, Господи, тоже. Жить в любви. Дай нам возлюбить Тебя всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим, всей крепостью своей. И возлюбить ближним Своим, как самого Себя. Всеветный Деву Мария, Матерь Христа Бога нашего. Помолись о спасении души нашей. Ты рядом с Господом. Походотайствуй нас. Чтоб Господь нас сохранил, всяк рода зла. Ангел-хранитель мой, Ты всегда рядом со мной. Ты оберегаешь и храняешь меня. По милости Господа Бога нашего. Сохрани меня в течение этого дня, чтоб враг не прикасался ко мне. Побуждай меня к добрым делам. Ангел-хранитель мой, моли Бога о спасении души моей. Все святые ветхозаветные пророки, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Аарон, Елисей, Давид, Исаия, Иеремия, Закий, Даниил, Авдеогей, Даниил, Амас, Наум, Захария, Малахия, Ездра и другие ветхозаветные пророки. Молите Бога о нас. Вы ревновали по заповедям Господня, чтоб Господь и нам отдал эту ревность. Святые ангелы, рахангелы, Херувимы, Серафимы, все силы небесные, престолы Божьей предстоящие, молите Бога о нас. Переходный апостол Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Все святые апостолы 12-70, молите Бога о нас. Все учителя Вселенской Церкви, Иоанн Златовус, Василий Венекий, Блаженный Фефилакт и другие, Кирилл Иерусалимский, молите Бога, чтоб Господь дал нам мудрости для изучения Слова Его, для мысли рассудительности. Все святые, находящие в Царстве Небесном, помолитесь о нас. Чтоб Господь и нас дает до желаемой пристани, до Царства Своего, чтобы мы вместе там могли соединиться и вместе прославить Господа нашего за великие чудные дела, что Он нам дарует и в будущем обещает дать нам жизнь вечную. Все святые, молите Бога о нас. Слава Тебе, наш великий Творец и Бог наш, за величие Дел Твое, за красоту, Господи, что мы видим, что мы слышим, Господи, что Ты нам даруешь руки, ноги, глаза, язык, Господи, слава Тебе, уши, Господи, что мы можем слышать слова Твои, что даешь нам эту гармону внутри себя, спокойствие, проявлять милосердие, сострадание ближним нашим. Прости нас, Владыка, и помилуй нас, если мы где погрешаем, нарушаем западе, Ты, святые, исправь нас, очисти, убили. Не дай, чтобы души наши погибли для вечности, ибо Ты благ и человека любишь. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молясь о Тебе на небе и на земле. И услыши молитвы всех, кто молится о нас, во благо спасения души наши. Слава Тебе, наш великий и любящий Господь, слава Тебе, Отец, Сын и Святой Бог. Аминь. Доброе утро. Выключать, Ваня, сегодня. Сегодня выключать? Нет. Вердя, выключать? Нет, оставлю. О, я не тот взял. Он был Иван, где выключил. Спасибо. Евангелие от Матфея, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, пятая глава, с первого стиха. Увидев народ, он взошел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзший уста свои учил, и говоря. То есть на гору. То есть небольшое было возвышение. Не то, что там какая-то большая гора. А именно возвышение, как бы холм большой. Господь туда воссел. Вот так же, как мы здесь сидите. То есть я на возвышение, так как я читаю Слово Божие, молюсь, вы пониже сидите. Блаженный нищий духом, ибо есть Царство Небесное. Что значит блаженный нищий духом? Кто может рассказать об этом? Спросим, можешь сказать? Кто такой блаженный нищий духом? Вообще, что по понятию идет нищий духом? Кто может из вас рассудить, сказать об этом? Давай, Егор. Грешный. Гестор повторяй на его направлении. Это значит грешный. Что значит? Нищий духом. Нищий духом. Нищий духом. Это когда человек осознает свою беспомощность, греховность перед Богом. То есть он знает, что без Бога он ничто просто-напросто. Прах написано нещтивый, а не как прах, возметаемый ветром. То есть перед Богом они являются такие нещтивые. Все, кто делает беззаконие, сделал ты зло. Ты прах перед Богом, нещтивый. Господь тебя за это будет наказывать. Сейчас ты на веревочке ходишь со мной, с Нестором. Все это наказание. Через это Господь нас разумляет. Отчищает, уделяет, чтобы мы исправились. Служили для Бога добрыми делами, не злыми поступками. А так посмотрят, как у нас один Кирилл приезжал, он сейчас уже взрослый, он говорит, там один парень неверующий, и он на Бога там, что-то Бога хулил, то есть ругал. И мы, говорит, его в унитаз, говорит, там спустили вниз с головой, говорит. То есть он так православие свое защищает. Вот это христианство называется. Закрыли его в туалете, побили его там вниз с головой. Пускай он на Бога нашего ничего не говорит. И через это что делается? Хулиться имя Божие. Потом неверующий что скажет? Давай, вот он какой ваш христианский Бог. Так ли поступает? Мы за собой всегда должны следить, что мы говорим. Что мы делаем? Не угнетать наших самых слабых, гонять их, унижать их. А наоборот поддерживать. Если ты более сильный, крепкий, ты наоборот защити его. Поддержи его. А у нас все наоборот. Я здоровый, крепкий, начну других колотить, камнями кидать и так далее. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Вот утешутся, блаженны плачущие. Это те, которые плачут о своих грехах. О грехах ближних своих. То есть ты видишь, что грешает брат твой, сестра, мама, отец, родные какие-то. Или другие люди, которых ты не знаешь, они стремятся к греху. Поплачь о них, помолись перед Богом, что Господь их нашел. Достучался до их сердец, исправил их. Вы о себе-то не плачете, а как будете о других плачать? А в этом заповедь возвей ближнего, как самого себя. Ты по другому иному не можешь поступить. Если ты себя-то не знаешь, как ты других будешь любить? Блаженны кротки, ибо они наследуют землю. Кротки именно перед Богом кротки еще, в первую очередь. То есть человек смиряется перед Богом. Ну и у них, в их поведении кротость проявляется во всем. Не дерзость, а кротость. Блаженны алчащие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Что значит алчащие и жаждущие правды? Правды Божьи именно. Царь Давид об этом сказал. Он говорил, что вымыслы человеческие не ныжу, а закон твой люблю. Еще есть место Писания. Благодарю тебя за суды и правды твои. То есть именно, чтобы Господь творить правду. Правды желать именно от того, чтобы Господь совершил именно исполнение заповедей святых. То есть и самому творить эту правду. Блаженны и милостивы, ибо они помилованы Богом. Милость написанного апостола Якова, милость превозносится над судом. Например, человек согрешил, какой-то грех совершил. Его надо за это наказать. Обязательно. Но человек может проявить та же милость по отношению к его. Простить его просто. Без всякого наказания. Та же Господь нас. Он говорит, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. То есть если ты по отношению к человеку поступаешь милостиво, то есть прощаешь его в чем-либо, там в его проступках, то и Господь с тобой милостиво будет. Он говорит, так и говорит, что с милостиво я поступлю милостиво. С лукавым по лукавству его. То есть хочешь, чтобы тебя били, колотили, если ты других уляешься, я точно так же буду бить, колотить. Потому что она более, раз ты здесь сильный, а там в другом месте найдется более сильный тебе, более коварный, который тебя начнет унижать. То есть все это тебе вернется. Блаженны и чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Узрят. Чисты сердцем. То есть очищены от пороков, от страстей. И все это делает Дух Святой в человеке. Мы поем Царю Небесный, впереди вселись в нас. То есть Дух Святой, чтобы Господь в нас вселился. Святая Троица. И Господь Иисус Христос говорит, что кто любит Слово Божие, любит Его заповеди, Он говорит, придем и обитель Него сотворим с Отцом нашим, с Моим Боим. Господь сказал, еще живешь здесь на земле. Если вас тянет к Божественному, это сразу видно. Прочитать Слово Божие. То есть нигде не участвовать в каких-то либо беззакониях. Штаны не снимать с других, как вы это делаете. Про христианство, что ли, целомудрый у вас такой? Притом еще кричать, чтобы девочки смотрели. У вас ни суда, ничего нет от этого. Смеетесь все, стоите. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Миротворцы, в первую очередь, это проповедник Благовестник. Он примиряет людей с Богом, с Отцом Небесным. Это главное, что нужно в жизни человека. То есть ты должен сам родиться свыше и других побуждать к этому. То есть примирение с Богом, с Отцом. Потому что между человеком и Богом лежит великая пропасть. Почему? Потому что человек рождается уже во грехе. Царь Давид говорит, и во грехе, пишет в 50-м Салме, и во грехе родила мне мать моя. То есть первородный грех, он смывается только в крещении. Почему надо принимать крещение? Почему? Рожденные крещены, крещение принимают. Первородный грех смывается. Ну и так человек в течение жизни, он тоже грешит. И между ним и Богом большая пропасть. И эту пропасть только можно преодолеть. Когда ты принимаешь жертву Иисуса Христа, что Он за тебя распялся на кресте, пролил причистую кровь свою. Вот он, крест. Покажи, Нестра. Вот это распятие напоминает нам об этом. О любви Божией. Евангелие от Иоанна 3,16. Кто может рассказать? Нестра. Ибо не послал Бог Сына Своего Единородного в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Потому что не веровал в Единородного Сына Божия. То есть великая любовь Господь проявил Отец Небесный, послав Сына Своего Суда, Иисуса Христа, в мир. Как мы его называем здесь, на земле. То есть это величайшая любовь именно. Когда ты себя жертвуешь полностью ради ближних своих. Не из другого вы тряхиваешь душу свою, как вы бегаете с автоматами. Это все от дьявола. Господь говорит, любите врагов ваших. Он не сказал, что ты должен любить их, идя с автоматом, с копьем, с мечом. По-другому любовь к нам появляется. Чтоб человек обратился, познал Христа, любовь его. Блаженны и изданные за правду, ибо их честь Царства Небесное. То есть за правду, когда ты будешь нести Слово Божие, невзирая на лица человеческие, говорить правду, и ты будешь гоним в этом мире. Почему? Потому что люди, живущие во грехе, они не хотят это слышать. Им это противно. Как вот, например, кто-то из вас подходит к старшему, и другого подводит. Вот он сделал там какое-то беззаконие, грех какой-то совершил, нарушил встав наш. А другой на него уже все, надулся сразу. Эх, типа, я тебе еще устрою, что ты на меня пожаловался. То есть не надо бояться, что тебя будут гнать за правду, за истину. За то, что ты обличил кого-то, что он делает неправду. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправильно засловить за меня. За кого? За меня. За Христа. Не за проступок именно какой-то, который ты совершил, тебя гонят, и уже все. Я мученик. Нет, конечно. А когда за Христа тебя будут гнать? Александр, кепку бери. Блажен, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на имеса. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. То есть в Ветхом Завете пророков, Ветхозаветников также гнали за истину, за правду, что они возвещали. И главное, при том, гнали это не просто какие-то там язычники, а гнали их, ближние их, которые народ израильский, те же самые, которые были верующие, в храм ходили, молились. Руки воздевали к небу. И они ополчались против пророков. Убивали их. И так же это происходит в Новом Завете, сейчас в наше Новозаветнее время. Те, которые люди несут чистое словесное молоко, их ненавидят за это. Почему? Потому что человек хочет жить во грехе. Он избрал эту участь. У него свободная воля. Вот для нас, чтобы наши души спаслись для вечной, мы должны избрать, что? Следование за Господом. Живя его по святым, святым его заповедям. Слава тебе, Господи наш, слава тебе. Ну все, пойдемте. Субтитры сделал. Где у вас все? Сейчас уйдут. Тебе придется меня ждать. Ягуар. Снимай. Так, Суша, все, иди, иди, иди. Дядь Володя. Все. Все, будешь все.